Здравствуйте! Мы продолжаем с вами лекции по дисциплине принятия и исполнения государственных решений. И у нас с вами была первая тема вводная, где мы остановились на целях государственных управленческих решений. Сегодня мы приступаем к теме общей методологии и принципы разработки управленческих решений в системе государственного и муниципального управления. И эту тему мы разобьем на две подтемы. Первая лекция – это общие понятия и принципы разработки управленческих решений в системе государственного и муниципального управления. И вторая тема – общие методологии и методики разработки управленческих решений в системе государственного и муниципального управления. Итак, начнем с первого вопроса. Основные понятия и определения теории принятия управленческих государственных решений. В теории принятия решений используются следующие основные понятия. Понятие решения – это формирование мыслительных операций, снижающих исходную неопределенность проблемной ситуации. Это подход с точки зрения психологии, то есть формирование мыслительных операций, снижающих исходную неопределенность проблемной ситуации. В инженерной психологии понятие решения часто отождествляется с принятием решений по поводу восприятия сигналов и способов воздействия на систему управления. Управленческое же решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. Управленческое решение как сущность – это детализированная модель актуальных изменений. Если говорить очень просто, то управленческое решение – выбор какого-то конкретного подхода из множества альтернатив. Тем самым в учебнике «Пособие Казбоненко» говорится о том, что управленческое решение – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. То есть в первой лекции мы с вами говорили о сложности понятия цель, а здесь мы с вами говорим уже о решении. Управленческое решение должно состоять из нескольких этапов принятия управленческого решения, то есть существуют некоторые алгоритмы принятия управленческих решений. В данном случае к основным понятиям управленческого решения относятся понятия цель. Цель – это образ предвосхищаемого результата как результат цели образования. Есть второе определение цели – это формальное описание конечного состояния, к которому стремится конкретная саморегулирующаяся функционирующая система. Третье определение – это цель – это полезный результат, определяющий целостность и направленность поведения организма. Или же цель – несуществующая, но желаемое состояние системы. То есть мы определяем цель, к которой мы идем, и то, чего мы хотим добиться. Таким образом, управленческое решение может рассматриваться как явление, то есть это план мероприятий, постановления, распоряжения, приказы. И управленческое решение как процесс. Как процесс здесь рассматривается как поиск, группировка, анализ информации, разработка, утверждение и реализация решений. Следующее понятие, необходимое для осознания процесса управленческого решения – это понятие задачи. Задачи – это оговоренные условиями, известные или определенные, неизвестные или неопределенные, иногда правила преобразования известного, то есть ограничения, оговоренные условиями, цель деятельности. То есть то, что нужно определить или же определить неизвестные или неопределенные. Формализация задачи представляет ее постановку, а процесс решения направлен на достижение цели и нахождение неизвестного или неизвестных. В процессе уяснения задачи может потребоваться уточнение ее постановки, а также переформулировка. Поиск решения задачи происходит в процессе мышления субъекта, направленного на идентификацию задачи, то есть отнесение ее к тому или иному классу, определение, какими методами может быть решена задача такого типа. То есть нахождение иском. Следующее понятие – объект. Объект – фрагмент реальности, на которую направлена активность взаимосвязанного с ней субъекта. Объекты управленческого решения – это явления и процессы, на которые руководитель может влиять непосредственно с помощью тех или иных управляющих воздействий. Проблема. Неудовлетворительное состояние системы – осознание субъектам невозможности разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации средствами наличного знания и опыта. Проблемная ситуация – это содержащие противоречий и не имеющие однозначного решения в соотношении обстоятельств и условий, в которых разворачивается деятельность индивида или группы. Или же проблемная ситуация – это предшествующее осознанию проблемы, содержащие противоречий и не имеющие однозначного решения в соотношении обстоятельств и условий, в которых осуществляется деятельность индивида или группы. Следующее определение – альтернатива. Понятие альтернативы можно определить как каждую из исключающих друг друга возможностей, необходимость выбора между взаимоисключающими возможностями. Варианты альтернативы – это видоизменение разновидностей. Таким образом, выбор альтернативы – это фактически выбор направления решений, а выбор варианта – это выбор способа реализации выборной альтернативы. Здесь нужно еще раз повториться и сказать, что не всегда мы четко определяем, что такое альтернатива и что такое вариант, проразумевая под этим одно и то же. Значит, выбор альтернативы – это фактически выбор направления решений, а выбор варианта – это выбор способа реализации выборной альтернативы. Ну и нужно сказать, что в теории и в практике принятия решений используются оба этих термина, но наиболее корректным является использование термина «альтернатива». Следующее понятие – это ограничения. Ограничения – это есть условия достижения целей организации, определяемые внешней средой или ресурсами организации. К основным ограничениям относятся законы и нормативные акты, конкуренция, цены образования на сырье и материалы, недостаток финансовых ресурсов, низкая компетенция персонала, потребности в технологиях и инновациях, сужение полномочий ниже стоящих менеджеров к принятию правительственных решений. К касательно ограничений можно привести очень много, конечно, примеров. Тот же закон об охране Байкала ограничивает, например, введение хозяйственной деятельности на территории Республики Бурятия, на территории Иркутской области. Это ограничения, связанные с принятыми законами. Также сейчас очень часто можно в средствах массовой информации услышать примеры конкуренции, когда одно предприятие, допустим, не может повышать цены, потому что есть просто конкуренты, и это относится к ограничениям. Также примеры низкой компетенции персонала, когда есть хорошие идеи, есть возможности, но просто человеческий фактор или же профессиональная компетенция персонала не позволяет идти вперед, для этого необходимо повысить компетенцию персонала и так далее. Следующее понятие – критерии. Критерии принятия решения, то есть некие стандарты, по которым необходимо оценивать альтернативы. Мы рассмотрели с вами по первому вопросу самые основные понятия, которые необходимы в курсе принятия управленческих государственных решений. Итак, я еще раз напоминаю, какие основные понятия мы с вами рассмотрели. Это понятие решения, понятие управленческое решение, цель, задача, объект, объект управленческого решения, проблема, проблемная ситуация, альтернатива, вариант альтернативы, ограничений и критерии принятия решения. Это самые основные понятия в системе государственных управленческих решений. Перейдем ко второму вопросу. Основные принципы разработки государственных управленческих решений. Начнем с первого принципа. Принцип системности. Принцип системности ориентирует на всесторонний учет значимых факторов. Второй принцип. Принцип стандартизации. То есть должны быть выработаны некие стандартные управленческие ситуации и решения. Суть принципа стандартизации состоит в том, что большинство реальных управленческих ситуаций может быть сведено к набору так называемых стандартных или базовых. Процедуры выработки и реализации управленческих решений для стандартных ситуаций детально разработаны, а действия руководителя в этих случаях хорошо известны из практики. В случае, если управленческая ситуация не укладывается целиком в рамки стандартной, изучается возможность ее расчленения на стандартную и нестандартную части. Для нестандартной части ситуации необходим специальный анализ с целью нахождения специального особого или данного случая решения. Следующий принцип. Принцип оптимальной информированности. Рациональные управленческие решения достижимы лишь когда им соответствует достаточная информационная база. Причем для каждого из управленческих уровней существует оптимальный размер информационной базы, определяемый рядом факторов. Четвертый принцип. Принцип автоматизма реализации управленческих решений. Сущность принципа заключается в том, чтобы принятые руководителем решения автоматически, то есть обязательно, причем максимально короткие сроки и в неискошенном виде, доводились до требуемого уровня и становились практическим руководством действий. Чтобы реализовать этот принцип, необходима система хорошо отлаженных и взаимоувязанных управленческих мероприятий, если такие механизмы отсутствуют или их совокупность недостаточна, любое, даже самое хорошее решение может остаться нереализованным или его выполнение неоправданно затягивается. То есть мы с вами говорили о принципе автоматизма реализации управленческих решений. Пятый принцип. Принцип учета вероятных последствий. Рациональное управленческое решение предполагает учет вероятных последствий его реализации. Принцип свободы выбора. Если у человека или группы, принимающего решение, нет или не достаточно условий для выбора из множества возможных вариантов, то об эффективном решении остается только мечтать или сожалеть. Выжестоящий руководитель, который связывает по рукам и ногам, в кавычках, конечно, ниже стоящего руководителя, не дает и шага сделать самостоятельно, не вправе рассчитывать на принятие им эффективных решений. То есть мы с вами говорим о принципе учета вероятных последствий. Еще раз нужно сказать о том, что рациональное управленческое решение предполагает учет вероятных последствий реализации и принцип свободы выбора. То есть из множества альтернатив необходимо выбрать наиболее вероятное решение. Если этого нет, то, конечно, об эффективности решений следует только говорить. Шестой принцип – принцип ответственности. Принимающие решения несет ответственность за результаты реализации принятого решения. Это в равной степени относится и к коллегиально принятому решению. И, к сожалению, приходится констатировать, что степень управленческой ответственности в отечественном управлении остается до сих пор очень низкой. Поведение многих руководителей ориентировано на текущие задачи и упускается из виду перспективы. Поэтому принцип ответственности должен, конечно, реализовываться при принятии решений, и каждый должен нести ответственность за принятие того или иного решения. Следующий, седьмой принцип – принцип соразмерности прав и ответственности. Этот принцип предполагает, что наихудшие решения принимаются тогда, когда имеющие право принимать решения не несут за них ответственности, и когда тот, на кого возложена ответственность, не имеет права решать. Данный принцип предполагает оптимальное распределение обязанностей и ответственности между руководителем и исполнителем разного уровня, а именно уровень ответственности и степень компетентности лица, принимающего решения, должны соответствовать содержанию и уровню его функциональных обязанностей. То есть этот принцип соразмерности прав и ответственности. Восьмой принцип – принцип творчества. Творческий подход требуется, когда имеющимся решениям не хватает эффективности силы. Он необходим для уточнения проблем и поиска идей, выходящих за пределы обычных рамок, для того, чтобы подвергнуть сомнению базовые предположения. Этот принцип представлен в книге Вудкака и Фрэнсиса «Раскрепещенный менеджер». В процессе творческого решения проблем они выделяют и описывают пять стадий. Изучение проблемы, выработка идей, отсев примененных идей, планирование нововведений и обратная связь и анализ. Девятый принцип – принцип своевременности. Он ориентирует на выбор наилучшего момента для принятия решения. Решение не даст ожидаемого эффекта, если оно преждевременно и тем более, если оно запоздало. Десятый принцип – принцип единства, единоначалия и коллегиальности. Единоначалия и коллегиальность, на первый взгляд, исключают друг друга. Первое – предполагает персональную ответственность за принятие решений и соответствующее право. Второе – коллективную ответственность и право. Однако на самом деле они могут быть удачно совмещены. Например, руководитель при подготовке решений активно консультируется с подчиненными и с учетом их мнений, принимая решения, беря на себя всю полноту ответственности, то есть принцип единоначалия. Коллегиальность в данном случае выражается в неявной форме, хотя она может проявиться и более явно, например, при коллективном обсуждении альтернативных предложений. Одиннадцатый принцип – принцип соучастия. Он означает активное и непосредственное участие в принятии решений тех, кого она касается. Несоблюдение этого принципа приводит к снижению эффективности принимаемого решений. Работники становятся пассивными, исполнителями не стремятся проявить инициативу в решении производственных или же государственных решений. Двенадцатый принцип – принцип большинства. Этот принцип вводится в действие в ситуациях с явно выраженными оппозициями или коалициями, то есть когда в процессе выработки решений соперничают разные мнения, как индивидуальные, так и групповые. В связи с этим при принятии решений прибегают к голосованию. Нередко для принятия решений достаточно простого большинства, иногда по некоторым принципиальным вопросам утверждается норма 2.3. Вместе с тем принцип большинства не гарантирует принятие высококачественного решения, так как при этом не учитывается мнение меньшинства, которое может отстаивать, возможно, лучшую альтернативу. Принцип большинства получил признание в парламентской борьбе, то есть в нашем случае в Государственной Думе, в Народном Хурале, в Законодательном Собрании. В сфере бизнеса на самом деле он весьма ограничен. Этот принцип годен, скорее всего, для проведения решений, чем для их принятия. И в наших условиях он осуществляется в форме подавляющего большинства. Следующий принцип, одиннадцатый принцип, принцип консенсуса. Консенсус – это согласование всех спорных вопросов и различных мнений в процессе выработки решений, которые достигаются путем взаимных обсуждений и консультаций. Появление данного принципа связано с рядом факторов. Во-первых, это углубление процессов демократизации управления. В условиях плюрализма мнений нельзя игнорировать какую-то группу лиц или отдельных людей, имеющих в своем собственном видении решаемые проблемы. Демократическое общество, как правило, такого обращения не допускает. Во-вторых, это возрастание информационных потоков и усложнение технико-экономических условий принятия решений. И то, и другое требует внимательного отношения к любой идее и каждому человеку. На практике принятие решений реализуется путем многоплановых согласований между отдельными людьми и группами по поводу значимых и незначимых проблем. Итак, это был принцип консенсуса, то есть согласование всех спорных вопросов и различных мнений в процессе выработки решений, которые достигаются путем взаимных обсуждений и консультаций. Перейдем к содержанию метода ринги в достижении консенсуса. Консенсус достигается также путем применения различных методик рационализации выдвигаемых альтернатив. Для этой цели используется большой арсенал специальных приемов. Приемов, которые вам известны, это, например, мозговая атака, синектический штурм, интервью, групповая работа и прочее. В японском бизнесе для этих целей служит метод ринги, или иногда его называют рингисю. Метод ринги, термин ринги в большом японско-русском словаре трактуется как получение согласия на решение проблемы путем опроса без созыва заседания. То есть получение согласия на решение проблемы путем опроса без созыва заседания. Процедура ринги состоит из ряда этапов. Первый этап – руководство фирмы совместно с привлеченными специалистами выдвигает общие соображения по проблеме, по которой должно быть принято решение. Например, начать выпуск принципиально нового двигателя или же нового телефона. Второй этап – передача проблемы вниз, то есть в секцию, где организуется работа над проектом. Третий этап – это с японского звучит нэмаваси, буквально обрубание корней, то есть детальное согласование с исполнителями всех пунктов готовящегося проекта. То есть это сглаживание углов, ослабление разногласий, отсечение противоположных точек зрения. Подобно тому, как при пересадке дерева садовник проделывает подготовительную работу, ровно так же проводится работа по обрубанию торчащих далеко в сторону корней, и принятие решений предваряется обсуждением проблемы всеми заинтересованными лицами и выработкой согласованного подхода к ее решению. Наконец-то четвертый этап – это проведение целенаправленных совещаний и конференций, на которых обсуждается конкретный путь решения проблемы. Пятый этап – это доработка документа, который называется рингисео, визирование его исполнителями. То есть каждый должен поставить свою печать или же именную печатку в утверждение документа руководственной фирмы. В Японии процедура рингис относится к проявлениям управленческой философии, проповедующей предусмотрительность, осторожность и коллективную ответственность. Хотя в японских средствах массовой информации можно встретить критику в адрес этой процедуры из-за ее чрезмерной громоздкости перегруженности каналов информации, об отказе от ее использования на самом деле нет и речи. В ближайшем обозримом будущем японцы от этого метода ринги не собираются отказываться. Так как они считают, что ринги помогают им учитывать весь спектр мнений по разрабатываемым проблемам, поэтому выбрасывать какое-то либо даже не очень значительное мнение – это слишком большая роскошь. Таким образом, мы с вами рассмотрели практически 11 принципов, которые необходимы для разработки государственных управленческих решений. Напоминаю, первый принцип – это принцип системности, второй принцип – принцип стандартизации, третий принцип – принцип оптимальной информированности, четвертый принцип – принцип автоматизма реализации управленческих решений, пятый принцип – принцип учета вероятных последствий, шестой принцип – принцип ответственности, седьмой принцип – принцип соразмерности прав и ответственности, восьмой принцип – принцип творчества, девятый принцип – принцип своевременности, десятый принцип – принцип единства, единоначалия и коллегиальности, 11 принцип соучастия, 12 принцип большинства и 13 принцип консенсуса. Таким образом мы рассмотрели эти принципы, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений. На этом первая часть темы второй у нас завершена.